Братья Гримм. Три пряхи. Жила на свете девушка. Была она очень ленивая и прясть не любила. Сколько мать не заставляла ее прясть, и ругала при этом, и упрашивала, а ничего поделать не могла. И вот как-то мать очень рассердилась и ударила ее по рукам, а девушка начала плакать громко-громко. В это время мимо их дома проезжала королева. Услыхала королева плач и велела остановить лошадей. Вылезла она из кареты и пошла в дом узнать у матери, за что она так сильно бьет свою дочь. Ведь плач ее даже на улице слышен. А матери стыдно было сказать, что у нее дочь такая лентяйка. Она и говорит, да вот, никак не могу ее от пряжи оторвать. Все придет, да придет. А я женщина бедная, мне на нее столько льну не напасти. Тогда королева сказала, я сама очень люблю прясть. Мне больше всего нравится, когда кругом меня шуршат колеса самопрялок. Отпустите вашу дочь со мной. У меня во дворце много льна. Она сможет прясть, сколько ей захочется. Мать очень обрадовалась и послала свою ленивую дочку в королевский дворец. Во дворце королева повела девушку наверх и показала ей три комнаты, снизу доверху набитые прекраснейшим льном. — Перепреди мне весь этот лен, — сказала королева, — и я тогда выдам тебя замуж за моего старшего сына. Ты хотя и бедная девушка, но твое старание заменит любое богатство. Тут девушка очень испугалась. Столько льна нельзя было и в триста лет перепрясть, даже если работать все время и совсем спать не ложиться. Осталась она одна в комнате и стала плакать. Целых три дня сидела она и плакала, и дольна даже пальцем не дотронулась. На третий день пришла королева, и когда увидела, что работа еще даже не начата, очень удивилась и рассердилась. — Ах, простите меня, — сказала девушка, — я эти дни очень по дому и по любимой матушке скучала. — Ну, хорошо, — говорит королева, — на этот раз прощаю, но с завтрашнего дня ты должна сесть за работу. Когда королева ушла, и девушка снова осталась одна, она стала горевать еще больше. В слезах подошла она к окну и вдруг увидела, что на королевский двор вошли три тетки. У одной из них была широкая-преширокая нога, у другой нижняя губа невиданной величины, и висела эта губа до самого подворотка, а у третьей был огромный-преогромный палец на руке. Остановились три тетки посреди двора, посмотрели на девушку и спрашивают, — О чем ты, красавица, плачешь? Расскажи нам, что у тебя за горе? Рассказала им девушка про свою беду. Выслушали они ее и говорят, — Если ты позовешь нас на свою свадьбу, да не постыдишься назвать своими тетушками и за стол вместе с гостями посадишь, мы, пожалуй, поможем тебе. Ах, — сказала девушка, — помогите мне только, милые тетушки, я все сделаю, как вы прикажете. Идите сюда скорее и принимайтесь за работу. Ну и закипела же тут работа. Одна тетка нитки из кудели тянет и колесо вертит, другая нить огромной нижней губой смачивает, третья нитку крутит, да большим пальцем о стол постукивает. И как только стукнет пальцем о стол, так падает на пол самая тонкая, самая лучшая пряжа. Девушка прятала от королевы своих помощниц. Когда та приходила, она показывала ей только готовую пряжу, и королева прямо не знала, как похвалить девушку за умения и старания. Скоро во всех трех комнатах и льна больше не осталось. Весь лен пряхи перепряли. Тогда встали они со своего места, попрощались с девушкой и сказали, «Смотри, девушка, не забудь нас на свадьбу позвать». Увидела королеву пустые комнаты и громадную кучу пряжи на полу, и сразу стала свадьбу готовить. Жених тоже ходил очень довольный и радовался, что у него невеста такая искусная и старательная. Перед самой свадьбой говорит девушка королеве и жениху, «У меня есть три тетки, они мне много добра сделали. Позвольте мне их на свадьбу пригласить и посадить с нами за один стол». «Ну что ж», — ответила королева, «почему бы нам этого не позволить? Ничего тут плохого нет». И вот, когда начался свадебный пир, вошли в зал утрепряхи, очень пышно, но смешно разодетые. «Добро пожаловать, милые тетушки», — сказала им невеста. А жених посмотрел на них и говорит, «Я не понимаю, как ты можешь дружить с такими уродами?» Потом он подошел к одной пряхе, у которой нога была широкая-преширокая. «Почему это у вас, тетушка, такая нога широкая?» «От работа на прялке», — отвечала она. «От работа на прялке». Тогда подошел жених ко второй пряхе и спросил ее, «Отчего у вас, тетушка, такая губа отвислая?» «От смачивания нитки», — отвечала она. «От смачивания нитки». Тогда подошел жених к третьей пряхе и спросил у нее, «Отчего у вас, тетушка, такой палец огромный?» «От скручивания нитки», — отвечала она. «От скручивания нитки». Тут жених испугался и сказал, «Ну, нет, я теперь моей красавице-жене даже близко не позволю подойти к колесу самопрялки, а то она чего доброго станет на этих теток похожа». Так девушка и избавилась навсегда от нелюбимой работы.